Кыргызстан Вырублены большие площади лесных. После этого стало 3% лесопокрытой площади. Сейчас площадь наших лесов составляет 1 миллион 116 тысяч гектаров. Это менее 6% от общей площади страны. Из массовой вырубки деревьев уже давно никто не делает тайны. Каракол возьмите. Другие населенные пункты. Вырубка идет. Масса вырубка уже 10-15 лет. Идет все. Все говорят. Собакалай, караван идет. Я даже не знаю, что еще. Это просто безумие какое-то, безобразие, честно. Их вот спилили ровно наполовину. И потом уже нижнюю часть. Мы понимаем, что карагачи – это действительно замечательный стройматериал, может быть. Ну вот здесь вот бывший кинотеатр «Мир». Горожане знают эту территорию. Сейчас это эстетический центр Толкун. И мы знаем, что здесь было очень много деревьев. Очень много, да? Порядка 100 деревьев, как минимум. Здесь были срублены вот под эту стройку. Здесь больше половины деревьев уже срублены. Специалисты говорят, деревья были больными и гнилыми. Но у нас есть сомнения в правдивости их слов. Мы обратились в госэкотехинспекцию с тем, чтобы они проверили, куда пойдут спиленные деревья – на дрова или на продажу, как деловой лес. Сегодня, чтобы вписать в историю имена новых героев, уничтожается еще живая память прошлых поколений. А ведь в цивилизованном мире к старым деревьям относятся совсем по-другому. «Ну, это вот любимое место, наверное, каракольцев и гостей города, туристов. Потому что, ну, я думаю, что это орешини. Может быть, 300 лет. Действительно, это очень красивое, грандиозное дерево. Ну, и никто не застрахован от того, что судьба его будет такая же, как с другими деревьями». «Вот я в Китае был, в Пекине. Я там удивился. Там, наоборот, за старые деревья, это они там трясутся. Это, не дай бог, это преступление какое-то. Они там подпорки ставят, закрепляют, даже сосварки делают». Видимо, так сильно изменились жизненные ценности людей, что жить в гармонии с природой стало уже не модно. «Есть крутые живут, там, и так далее. И бабушки живут. Возле у бабушек, как правильного пенсионера, все деревья есть. Там и березы, и тополя. Все растет. Где крутой дом, три этажа, там, или два этажа, у него ни одного дерева нет». Наверное, многие помнят вереницы деревьев, стоявших вдоль полей. Массовая вырубка прошлась по ним особенно безжалостно. Причина – в банальной бесхозяйственности. «Глава Аильных Аймаков нам информацию предоставляет, что эти лесные полосы, полезащитные лесные полосы, не относятся никому. Поэтому за ним никто не следит, не ухаживает, не дополняет, не восстанавливает. Поэтому эти полосы в настоящее время просто вырубаются, высыхают и вымирают». На выезде из Чуйска области перед самым Боомским ущельем когда-то цвели фруктовые сады. «Около тысячи гектаров это создано силами работников лесного хозяйства. И потом передано, соответственно, какому-то сапхозу или колхозу. Но хозяин принял решение рубить, там оставить, высушить. И получилось, что большинство территории уже высушены и, соответственно, вырубаются». Но самое страшное, когда незаконная вырубка приобретает массовый характер. Ведь на кон поставлены огромные деньги. «19 сентября 2013 года нашим сотрудникам был задержан грузовый лесовоз без номеров с незаконно вырубленным лесом. На место происшествия мы вызывали сотрудников ГАИ и милиции Аксульского РОВД. При задержании сопровождающего груза оказалось активное сопротивление, протаранив машины инспектора ГАИ». Следователь местного РОВД попытался закрыть дело из-за отсутствия состава преступления. Тогда ГАИ через суд добилась решения о доследовании. И именно это решение суда почему-то не понравилось прокуратуре. «При этом прокуратура Аксульского района, парадоксально, встает на сторону обвиняемого и подал апелляционную жалобу на Сыкульскую областную коллегию. И там областная коллега решила пользу нашей организации. К сожалению, такое поведение правоохранительных органов становится обычным явлением». «Фактически у меня имеются отснятые материалы по каркаринскому лесничеству. В зимний период 2013 года самими лесниками робится лес. По этому факту я написал заявление губернатору». «Незаконная рубка давно превратилась в прибыльный бизнес, пресечь который простому егерю или инспектору просто не под силу». «Когда задерживаешь, там обязательно сидит человек, который сопровождает это, знает закон не хуже, чем наши инспектора, значит, права знает, начинает пугать, начинает шантажировать». «Да и зарплата порой не способствует добросовестному исполнению должностных обязанностей». «И на эту зарплату лесника, сами подумайте, если он там 3, может быть, 4 тысячи, это он, наверное, навряд ли получает. То есть, когда ему машина подошла там или где-то, он получает несколько тысяч сразу за одну... Ну, какие вопросы? То есть мы сами даем, толкаем их на это». «И, похоже, наш закон охраняет деревья только от простых граждан. Дело кардинально меняется, когда речь заходит о бизнесе». «Непонятно, почему там, где пишут заявление, это долго держится, а там, где не пишут заявление, это очень быстро и очень чистенько все это вырубают и бесследно». «Общая потребность нашей страны в древесине и в стройматериалах, и в дровах составляет около 2 миллионов кубометров в год». «У нас около 45 тысяч кубометров мы разрешение по всей республике даем. Это составляет тут в процентном соотношении мы обеспечиваем около 2% от общей потребности населения республики». Менее десятой части этой потребности перекрывается импортом. «Мы брали информацию с государственной таможенной службы. завозится в среднем около 160-180 тысяч кубометров древесины с России. Это деловая древесина. И получается, остальной объем остается открытым». «Вот этот открытый объем и есть основная причина безжалостной вырубки деревьев по всему Кыргызстану. Ни штрафы, ни уголовное преследование уже давно не пугают браконьеров. И пока одни из нас готовы покупать, а другие торговать незаконно срубленным лесом, наша страна будет превращаться в безжизненную пустыню». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова